Всем привет! Сегодня мы подготовили для вас видео, от просмотра которого вы попросту не сможете оторваться. Да-да, это то самое видео, которое затягивает с первых же секунд. Мы собрали для вас самые увлекательные процессы производства, впечатляющую работу механизмов и готовы впечатлять вас множеством интереснейших моментов, которые вам точно захочется пересмотреть. Так что, скорее подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и незамедлительно приступайте к просмотру. Этот процесс сильно напоминает вирусные видео в тиктоке с мылом. Что тут сказать, расслабляет он не меньше, чем они. Резко по металлу это всегда интересно, однако в данном случае мы с вами стали свидетелями создания самого настоящего шедевра. Моему сердцу это вмиг подарило умиротворение. А вашему? Удивительно, как точно работает эта машина. Причем совершенно без сбоев и оплошностей. Только посмотрите, как 10 разных механизмов работают так слаженно, будто бы они одно целое. Если кто-то из ваших знакомых считает, что в этом мире нет ничего идеального, то просто покажите ему наше сегодняшнее видео. Особенно этот момент. Ваза, сделанная на 3D принтере, без проблем может уйти за ручную работу. Говорят, что вечно смотреть возможно лишь на то, как течет вода и горит огонь. Но думаю, вы не станете спорить, что на то, как печатают деньги, тоже можно смотреть очень долго. Вставлять ворсинки – это процесс безумно кропотливый не только для человека, но, как видите, и для машины. Моего терпения бы точно не хватило. А вашего? Мне кажется, или 3D принтер в скором времени вытеснит художников и архитекторов с рынка, полностью их заменив собой. Эта вентиляция работает очень круто. Даже эпично, не правда ли? Вы только посмотрите, что делает эта машина. Формирует воронку из очень тонкого диска металла. Это что-то на грани возможного. Процесс работы с раскаленным стеклом завораживает и приковывает к себе даже самый скептичный взгляд. Сегодня механизированы практически все процессы. Люди придумали даже машину для сборки тюльпанов. Это удивительно. Это тот самый момент, когда совсем нет права на ошибку. Это страшит и завораживает одновременно. Теперь я понимаю, почему такие штуки стоят дорого. Я даже представить не мог, что создание одного маленького винтика занимает столько времени. И в этом процессе задействованы сложные механизмы. Вот что значит качественная упаковка товара. Рутины, но такое эпичное взаимодействие двух стихий – огня и воды. Если присмотреться, то даже самые обычные процессы могут оказаться крайне впечатляющими. Вот, например, этот. Согласны? А как вы думали, наносятся узоры на ковры? Вот именно так. Раскаленный металл достаточно податлив для того, чтобы придать ему нужную форму. Невероятная точность. Я бы даже сказал, что хирургическая. Если бы нечто подобное было у меня дома, то постельное белье в шкафах лежало бы гораздо аккуратнее. Работа с деревом, особенно столь сложная, обычно забирает немало времени и сил даже у самых талантливых. Однако машина справляется очень быстро и качественно. Вам тоже захотелось бургер? Я бы сейчас точно не отказался. Кондитеры – настоящие художники. А их десерты – произведения искусства. Если вас тоже злит размер рожка мороженого, то этот вариант не оставит вас равнодушным. Этот крем настолько визуально привлекателен, насколько это вообще возможно. По всей видимости, работа людей на фермах теперь заключается в нажимании кнопок. Ведь техника и так справляется на ура. Сладкоежкам однозначно сейчас лучше закрыть глаза, чтобы не видеть столь сладкого зрелища. Если считаете, что пломбир – лучшее мороженое, то обязательно напишите об этом в комментариях. Хм, профессиональное оборудование для чистки фруктов? Думаю, мне это нужно. А вам? Чистота на этой фабрике внушает доверие. Хлебобулочное изделие, созданное на ней, я без страха бы попробовал. Это же мое любимое мороженое! А какое вы предпочитаете? Напишите в комментариях. Вот это я понимаю, механизм для чистки картофеля. Главное, случайно не сунуть туда палец. Так, после просмотра этого видео я сразу же побегу за сладеньким. А вы? С таким-то устройством совершенно неудивительно, почему у них там так чисто. Не то, что у меня на кухне. В таком массовом производстве полуфабрикатов совершенно нет души. А потому и вкус такой еды сильно отличается от домашней. Этот процесс работы с металлом, конечно, впечатляющий. Однако вы только представьте, как себя чувствуют уши тех, кто там работает. С появлением 3D-принтеров мы стали жить в том самом будущем, о котором мечтали в детстве. Этот видеокадр можно смотреть нон-стопом и параллельно засыпать. Это происходит настолько быстро, что мой глаз даже не успевает за этим уследить. А ваш? Это кажется таким простым. Но за этим кроются годы работы инженеров. Было бы славно, если бы в аэропортах чемоданы закручивали так же быстро и качественно. Но, увы. Горячий металл гораздо более податлив к изменениям. Хотя в то же время в таком состоянии он особенно опасен. В резьбе по металлу важна точность и выверенность до последнего миллиметра. С такой задачей идеально справиться подобный механизм. Идеально. Тут и добавить нечего. То, что выглядит малопривлекательно, в считанные секунды может превратиться в настоящий шедевр. Думаю, теперь можно сказать, что мы с вами видели все. Я бы смотрел на это вечно. Неужели оно меня гипнотизирует? Горячее стекло способно принять любую форму, если над ним работают руки талантливого мастера. Точность работы этой машины поражает. От этих кадров невозможно оторвать взгляд. Этот ткацкий станок работает на каких-то нереальных сверхскоростях. Хаос тоже бывает привлекательным. Все случилось так быстро, что мне обязательно нужно пересмотреть этот момент, чтобы осознать, насколько сложный процесс выполнил механизм за столь короткий промежуток времени. Резьба по дереву – это работа кропотливая и сложная. Даже если ее выполняет машина. Удивляет, насколько точно здесь просчитаны одновременно несколько сложных процессов. Мощный пылесос, не правда ли? Он бы пригодился тем, кто прибирается раз в год, да и то, если повезет. Боюсь даже представить, насколько острый и опасный этот шлифовальный механизм. Эти кадры настолько успокаивающие, что их стоит официальным рецептом выписывать особо раздражительным. Лично я считаю, что магниты – восьмое чудо света. Особенно такие большие. Похоже, теперь художники останутся без работы. Эта черная краска идеально ложится на дерево. Она выглядит настолько качественно, что сразу становится ясно, что посыпется она явно не скоро. Как вам намотка подобного клубка? Выглядит очень эпично. Работа машин, если не совершенна, то очень близка к этому. Человек бы не смог сделать идентичную работу столь же быстро и качественно. Для тех, кто имеет такую машину, заготовка дров на зиму не кажется чем-то сложным. Этот человек в считанные секунды рисует идеальные линии на стеклянных елочных игрушках. Невероятно! Придать силикону идеально зеленый цвет и без особых усилий скрутить его в рулон можно при помощи такого незамысловатого устройства. Весь процесс производства машин крайне увлекателен. Тут интересно все. От создания мельчайших деталей до финальной сборки. Не думал, что существуют настолько большие арбузы. В любом случае, и для них уже придумали механизм. А на этом все. Спасибо за просмотр. Теперь ждем каждого из вас в комментариях, чтобы обсудить самое интересное из увиденного. Субтитры сделал DimaTorzok